МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Накануне состоялась его встреча с Александром Лукашенко, где обсуждались вопросы экономического и культурного сотрудничества. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, белорусские и чувашские предприятия связаны в единую технологическую цепочку. Трудолюбие и работоспособность наших народов помогут осилить любой совместный проект. Михаил Игнатьев также заметил, что Чувашия видит в Республике Беларусь надежного партнера. Наши отношения, они выстраивались десятилетиями. И могу сказать, за последние три года товарооборот мы увеличили два с половиной раза. Я абсолютно уверен в том, что наши отношения получат дополнительный импульс для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Александр Гаврилов, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Также в ходе рабочего визита в Республику Беларусь Михаил Игнатьев возложил венок к монументу победы в Минске и посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Брестская крепость. Года оккупации партизанских движений. Легендарная операция Багратионы полна освобождения Минска и Беларуси. Эти вехи в истории нашли свое отражение в экспозиции обновленного Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Белорусы, один из наиболее пострадавших в годы лихолетия народов, свято чтят память тех лет и память о людях, освободивших их страну от немецко-фашистских захватчиков. Мы продолжаем совместное исследование об участии наших братьев-чувашей в партизанском движении в Беларуси, в освобождении Беларуси. И эта работа у нас налажена, в частности, с вашим университетом. Мы этой работой очень дорожим. Так как нашему музею в новом здании нет еще и года, поэтому все выставки и проекты у нас впереди. Мы просто уверены, что будем обмениваться и выставками, и материалами архивными, и фотографиями, и, конечно, сведениями о белорусах, которые отличились и на военном поприще, и на гражданском в Чувашии. Музей оборудован современными инсталляциями и мультимедийными комплексами. Экспозиция музея «История Великой Отечественной войны» очень полной и правдиво отражает события тех лет. Это очень важно в сегодняшнее время, когда принимаются попытки переписать историю и принизить значимость Великой Победы, отметил Михаил Игнатьев. Глава Чувашии также возложил венок к Вечному огню и Монументу Победы Минска. Среди тех, кто освобождал Белоруссию в 1944 году, был и чебоксарец Александр Васильевич Рыбаков. С ним познакомилась наша съемочная группа. Осенью 1941 года Александр Васильев пошел в 10-й класс и практически одновременно на курсы истребителей танков при военкомате. А уже в марте 1942-го получил повестку. Потом была учеба в Краснодарском минометном училище и в июне Александр в составе курсантского полка прибыл в Сталинград. Подчинялись курсантские полки непосредственно командующему. И задачей их было оказывать поддержку другим воинским формированиям. Когда 62-я армия попросила нас, нам же, говорит, левый фланг, немцы, бросили большую силу, помогите. Вот мы пошли и разгромили эту группу и отодвинули их назад на 10 километров. Пошли и разгромили звучит прозаично, особенно 70 лет спустя. Но сегодня каждый человек, не только военный историк, знает, какой ценой досталась победа в Сталинградской битве. Александр Васильевич, получив контузию и осколочные ранения обеих ног, 7 месяцев лечился в госпитале и, считает, еще легко отделался. В нашем училище было 2,5 тысячи курсантов. А в армии было 4 курсантских полка. По 2,5 тысячи, это 10 тысяч. И в 15 число, это командующий уже сказал, из этих четырех сделали один полк тысячу человек. 9 тысяч человек потеряли мы за Сталинград на сентябрь месяц. Потом Александр Рыбаков принимал участие в Курской битве, освобождал Белоруссию, дошел почти до Берлина. В маленьком городке на берегу Эльбы и встретил победу. Уже в 2 часа ночи, 9 числа, телефонистка выходит и говорит, ребята, война кончилась, победа. Мы сразу на велосипеды, а то пешком не ходили, у всех велосипеды были, и свою часть по тревоге подняли, все скинули, что такое, что такое. Мы говорим, победа, все. Старшина сразу за лошадь, запряк у нас была лошадь, перевозили эти с катушкой связи. Вот, и город там был пустой, немцы же куда-то боялись нас, русских. Вон бочку вина, вот поросенка взял, привез, давай, говорит, повар, готов завтрак. Вот так мы отмечали победу. Вернувшись с войны, Александр Васильевич пошел работать на электропаратный завод. В его трудовой книжке, не считая, конечно, поощрения и благодарности, всего две записи. Принять и уволить в связи с выходом на пенсию. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Министерство транспорта Чувашии организовало очередной пресс-туру по автодорогам Чувашии. На этот раз журналисты отправились в город Канаж. Основная тема выезда – содержание дорог. Текущая работа, проблемы и пути их решения – проведение ямочного ремонта. Работа на дорогах в Канаше и Канажском районе кипит. Только на одном участке трассы Канаж-Шакулова находятся сразу три бригады. Дорожники заливают ямы холодной асфальтобетонной смесью, занимаются пропуском вод, чистят дорожные знаки, собирают мусор. У нас, конечно, это больная точка, больное место – это уборка мусора. Есть выражение известное такое – чисто не там, где убирают, чисто там, где не ссорят. А вот дорожники бедные, получается, каждый день убирают, каждый день их ругают. Потому что проезжающий транспорт мусорит, выбрасывает прямо из окон. Это таких случаев сколько было. Близлижайшие деревни машинами вытаскивают. Мы, правда, работаем с местными администрациями, с районными администрациями. Они на своих совещаниях этот вопрос тоже поднимают, работают с местным населением. Но, тем не менее, медленно решается этот вопрос. В 2014 году в Канаше появилось дорожное кольцо. Реконструированы тротуары по улицам Пушкина, Свободы, проспекту Ленина. Вот-вот начнется ремонт дороги по улице Ильича. Местность тут болотистая, поэтому большие силы будут брошены на дренаж и отвод воды. По итогам торгов мы выиграли конкурс на капитальный ремонт этого объекта. Данные этого объекта – протяженность километр 200, стоимость 59 миллионов. По плану этого года начало работ предстоит после Пасхи. Начинаем в числах 14-го и должны закончить объект в ноябре месяце этого года. Однако не все подрядчики ответственно относятся к выполнению муниципального заказа. Администрация Канаша требует заменить дорожное покрытие на шести дворовых территориях. Выявлено было несоответствие муниципального контракта по толщине покрытия. Данным подрядчиком являлся ООО «Стройсервис». В настоящее время ведутся судебные разбирательства в орбитажном суде Чувашской республики. В планах на 2015 год ремонт еще шести дворов. Всего же с начала года в республике отремонтировано почти 20 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. Мария Шоклева, Республика. Апрель – традиционный месяц для проведения экологических акций и мероприятий. В субботу в канун Светлой Пасхи на уборку улиц столицы выйдут сотрудники районных администраций, предприятий и компаний, а также жители Чебоксар. Экологические акции запланированы в сквере имени Чапаева в мемориальном комплексе «Победа» в парке «500-летие города Чебоксара» и на других площадках. Такие субботники проходят в рамках городской акции «Сделаем город чище и зеленее». В ее рамках планируется не только наведение чистоты и порядка на улицах Чебоксар, но и посадка зеленых насаждений, санитарная вырубка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок. На несколько лет лишится свободы и заплатит большой штраф. Теперь уже бывший сотрудник исправительной колонии номер один в Чувашии. Его осудили за взяточничество. Злоумышленник возглавлял в колонии отдел материально-технического обеспечения учебно-производственного процесса избыта продукции Центра трудовой адаптации. По данным следствия, с декабря 2012 года по март 2014 он, пользуясь своим служебным положением, способствовал заключению госконтракта в колонии с одной коммерческой организацией, за что получал от директора данной фирмы вознаграждение. После получения 26 марта прошлого года в одном из кафе города Чебоксара еще 130 тысяч рублей за те же незаконные услуги и достижение с директором этой фирмы договоренности о получении в ближайшем будущем очередной части взятки в размере 110 тысяч рублей, злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Приговором Калининского районного суда столицы республики 29-летний бывший начальник отдела материально-технического обеспечения учебно-производственного процесса избыта продукции Центра трудовой адаптации из правительной колонии номер один признан виновным в получении взятки в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 771 тысячи рублей, а также он на два года лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях. Чебоксарка Мария Максимова представляет нашу республику в вокальном конкурсе «Новая звезда». Проект идет на телеканале «Звезда». Когда можно увидеть Машу и каковы ее шансы на победу, расскажем вам в следующем сюжете. Мария Максимова успешно выступила в первом туре и перешла во второй. Недавно состоялась запись новой программы с участием Маши. И вот совсем скоро нашу землячку можно будет увидеть в проекте «Новая звезда». Сколько баллов ей дали члены жюри, Марии по условиям контракта рассказывать пока нельзя. Но она может поделиться некоторыми подробностями. Я очень понравилась Заре и Дунаевскому. Когда я пела, находясь на сцене, я получала их эмоции. Они смотрели на меня, они прочувствовали. От них я чувствовала поддержку. Может от других немножко не так, а может они как-то скептически смотрели. Но Зара со мной всю песню пережила второго тура, который я исполняю. Она всю песню переживала, я видела ее эмоции. И такое ощущение было, что у нас какой-то контакт случился, и я как будто ей эту песню исполняла. Как показывает практика, победу в этом конкурсе дают не столько баллы членов жюри, сколько поддержка телезрителей. Пела я во втором туре песню Ирины Дубцовой и Полины Гагариной «Кому зачем». Если телезрителям понравится, которые будут меня смотреть 11 апреля на канале «Звезда» в 21.20, то я думаю, что вот этого стоит. То есть даже оценка жюри, может быть, была не такая высокая, как мне хотелось бы. Но если все-таки телезрители просто посмотрят, что это их тронет, они поймут, что я испытывала тогда на сцене, тогда я думаю, что проголосуют. Выступление Марии Максимовой во втором туре можно увидеть завтра, 11 апреля в 21.20. Тогда же и начнется СМС-голосование за конкурсантку. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика. Обменные гастроли между Марийскими и Чувашскими театрами – давняя хорошая традиция. В театре юного зрителя состоялся показ спектакля «Чудесное превращение бабы-яги». Погрузила в сказку и наша съемочная группа. Вредная старуха в избушке на курьих ножках, которая дружит со всякой нечистью. Привычный образ бабы-яги. Однако в этом спектакле нечисть заменяет один единственный код, а вместо коварных планов на сцене планы любовные. Буга раздила старуху влюбиться, и не влезшего какого-нибудь. Сказку на новый лад подарил зрителям Марийский республиканский театр-центр для детей и молодежи. Всего же чебоксарские зрители увидят три спектакля. И надеюсь, что наши обменные гастроли будут они частыми, и будем каждые полгода приезжать сюда. У нас обширный репертуар, есть что предложить чувашскому зрителю. Я знаю ваши репертуары, вашего театра, и такой богатый, обширный репертуар. И хотелось бы, чтобы наши зрители увидели и ваши спектакли. Сам коллектив театра приехал в столицу республики впервые. Ожидания очень хорошие. Думаю, что понравимся. Обменные малые гастроли, как мы говорим, дают очень много. Я думаю, это новый зал, новое общение с актерами местными. Познакомимся, будем переписываться, я думаю. Все равно, как бы, да, дружба будет. Уже несколько лет чувашский театр юного зрителя приглашает в гости своих коллег из других регионов. В Чебоксарах уже побывали ульяновские и калмыцкие актеры. В планах пригласить и севастопольский тюз. Как считать директор чувашского тюза Елена Николаева, такие гастроли помогают делиться опытом, приобретать новые знания и развивать театральное искусство дальше. Татьяна Леонтьева, Алена Аутухова, Расиль Мухаммедов, Республика. В актовом зале Национальной библиотеки Чувашской республики прошла творческая встреча с заслуженным работником культуры Российской Федерации, писателем, краеведом и публицистом Николаем Васильевичем Нарышкиным. Его работы хранятся в библиотечных фондах Казани, Чебокса, Рульяновска и многих других учебных городских и сельских библиотеках России. Автор более двух десятков книг, сотен краеведческих исследований, Николай Нарышкин известен не только своими очерками о родном крае. Будучи студентом-юристом Казанского государственного университета, выходец из трудовой крестьянской семьи, занялся изучением проблем аграрной экономики, которая отразилась более чем в 400 его работах. Сегодня Николай Васильевич поддерживает постоянные связи с земляками в своих многочисленных поездках, лекциях и творческих встречах. По его словам, стимул для продолжения работы и передачи многолетнего опыта новому поколению, постоянное общение с молодежью. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика. Таковы новости к этому часу. Полная информационная картина пятницы в вечернем выпуске программы Республика. Ну а буквально через пару минут в нашем эфире программа «По существу». Разговор пойдет о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны к 70-летию Победы. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова